С нами на связи Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Вот мы посмотрели сюжет вместе с вами и знаем, что и Польша пообещала передать Украине роту танков «Леопард-2». Это 14 единиц. Британия также передаст столько же челленджеров. Министерство обороны Великобритании, кстати, опубликовало в Твиттере видеоучение этих танков. Вот мы сейчас видим на экране, как эти бронированные машины гремят гусеницами и громко стреляют. Вот для людей, не сведущих, конечно, красиво и грозно. Но вы, как специалист, конечно же, знаете, что это не все. Нужна и слаженность экипажа, и умение действовать вместе с пехотой. Ну, в общем, много вопросов нужно решить для их эффективного применения. Ну и количество. 14 машин – это жест больше, конечно, скорее всего, политический. Нужно как минимум в 10 раз больше. Так ведь? Да, но, знаете, дорогу оселит идущий. Мы очень благодарны Британии, потому что очень часто именно британские правительства – это триггер, после которого идет поставка какого-то типа вооружений. Вот они первые это делают, после этого все остальные к ним присоединяются. Они в очередной раз это сделали, мы очень им благодарны. Плюс они готовят наших, десятки тысяч наших военнослужащих на своих полигонах. До этого, до войны, в Украине действовала миссия «Орбитал» британская, где они тоже готовили уже непосредственно в Украине много военнослужащих, которые прошли эту учебу. И я понял, что очень-очень хорошо это им помогло во время боевых действий. Поэтому это очень правильный и своевременный шаг, который будет двигаться дальше. Абсолютно правильно в предыдущем сюжете мы увидели, что это новое качество техники. В России очень хороша только пропаганда, где они рассказывали, что вот аналогов нету одно, аналогов нету второе, аналогов нету третье. На самом деле мы видим, что только появляется настоящее новое вооружение пятого поколения, пятого плюс. Страна НАТО, она меняет ход боевых действий, как это было с Хаймерсами, МЛРСами и другими системами, которые на порядок выше тех же смерчей, ураганов и хваленых их других систем, которые советские или в лучшем случае чуть-чуть домодернизированные постсоветские. Если углубиться более дальше, что мы сейчас с вами видим, когда украинская армия по сути становится самой боеспособной армией на европейском континенте. Мы, командование наше, командующий сухопутными войсками, он же командующий сейчас восточной группировкой войск, главным приоритетом сейчас поставил для всех это всеобъемлемую, качественную подготовку войск. Это и обучение тем образцам, что у нас уже есть, обучение тактике боя, слаженности подразделения. Это обучение новым образцам, которые мы получаем и по сути по ходу должны их изучить. Поэтому мы как раз в этом процессе, он очень болезненный, потому что мы отбиваем врага и одновременно учимся быть более сильными, более слаженными, более опытными. Но это болезненный процесс, но это процесс, который ведет к построению как нового общества у нас в Украине, так и новой армии, новой армии совсем другого образца. И будет просто смешон тот, кто нам скажет, что нам нужны какие-то еще стандарты НАТО. Потому что мы их сейчас не только осваиваем и показываем, что владеем по стандартам НАТО, мы их модернизируем, эти стандарты НАТО. И я думаю, что страны НАТО будут изучать этот боевой опыт и многие практики внедрять в свои инструкции и уставы. Ну вот сейчас в Германии, кстати, говорят, что будто бы могли тоже поставить танки «Леопард», но не раньше 2024 года. Вот вы, как человек фактически на передовой, как относитесь к такой информации, к такой дате поставок? Возможно, они все-таки прислушиваются к Великобритании? Вот этот, скажем, такой толчок будет для них очень тоже важным? Да, может, они ускорят это? Ведь наши бойцы ждут их сегодня, да? Да, мы очень этого ждем и мы надеемся, что Германия, мы сейчас видим, как меняется ее отношение к войне, как они все-таки, правительство Германии много делает для нашей поддержки. И оно очень изменило свою позицию. Помните, когда там всего несколько соткасок, и сейчас у нас есть панзергалбис, очень мощное артиллерийское оружие, у нас есть их БТРы, у нас есть гранатометы, у нас есть снаряды от Германии. Мы им очень благодарны. Но если они дадут там танки «Леопард», я думаю, что они запомнятся навсегда в истории, как люди, которые спасли много жизней украинских и скорее помогли закончить агрессию. Потому что шикарные немецкие танки «Леопард-2», они могут стать именно тем, знаете, точкой такой бифуркации, хорошим ударным оружием, которое позволит сломить врага, один из главных элементов, не только они, но одним из главных элементов, который позволит сломить врага и вытеснивать с нашей территории, что, конечно же, приблизит нашу победу. А, соответственно, мир не только в Украине, но и на всей Европейском континенте. Ведь от войны страдаем мы, больше всех, но страдает и Европа. Никому не нужна война сейчас, и только бесноватому Путину. Поэтому эта инвестиция в безопасность, казалось бы, Украины, она на самом деле инвестиция в безопасность всей Европы. Ведь Германия — это же не просто страна, это лидер Европейского Союза, это экономика номер один Европейского Союза. И им, как никому, выгодно, чтобы Европа, как про это планировали в свое время основатели Европейского Союза, среди которых был и первый канцлер уже демократической Германии Аденауэр, чтобы это была территория мира и процветания. И вот именно чтобы это наступило, чтобы эти мечты сбылись, надо поставить точку в войне, надо, чтобы Украина победила и наступил мир. И вот эта поставка качественного немецкого оружия, в первую очередь танков, которые помогут сломать волю наступать нашего врага, позволят перейти в контрнаступательные действия. Тем более мы четко задекларировали, мы не собираемся никого оккупировать, мы хотим освободить свою землю. Поэтому я думаю, что все-таки они созреют к этому, и это будет исторический момент, и им будут благодарны многие поколения европейцев за то, что они помогли приблизить мир. Сергей, а чего вы ожидаете от Рамштайна, который уже назвали танковым? Чего ждут наши командиры, наши бойцы на передовой? Каких решений? Ну, конечно, мы ждем, как и заявляли неоднократно, и главнокомандующий генерал Залужный, командующий сухопутными исками генерал-залужный. Мы ждем поставок нового качественного западного оружия, которое непосредственно влияет на то, насколько ускоряются военные действия, позитивная динамика по вытеснению врага. Мы ждем, как мы с вами в предыдущем говорили, ответы качественных танков. Это в первую очередь Leopard Abrams Challenger, ну или, я не знаю, Франция пока об этом не говорила, Leclerc тоже хороший танк. Ну, эти три, по крайней мере, на слуху. Мы ждем хороших бронированных машин пехоты, как Брэдли или Мардер, которые тоже это очень существенное оружие для того, чтобы, когда танки – это главное оружие прорыва, а боевые машины пехоты – это те, кто сопровождают пехоту, когда они вытесняют врага, выбивают его с позиций. И, конечно, если будут решения по боевым вертолетам, например, то, что было в прессе, непонятно. Я знаю, что военно-политическое руководство делает, министр обороны делает все. Вы же видите, насколько хорошо то, что он человек с правовым образованием и с хорошим английским языком. То есть он знает, что такое переговоры, он знает какие-то, не просто переговоры, а все их юридические моменты. Плюс за этот год войны он уже прошел дополнительный, скажем таки, у него есть дополнительный опыт. И плюс то, что он может спокойно говорить со своими коллегами на одном языке. Я очень надеюсь, что, как и в предыдущие разы, это позволит нам получить новые поставки качественного оружия, которое, в конце концов, поменяет ход войны. И вот эта мука для украинского народа, когда мы победы получаем на поле боя, но агрессор, к сожалению, имея еще дальние средства поражения и имея еще много личного состава, которого он бросает несметными количествами на наши позиции, не считаясь потерями, вот именно качественный перелом в войне, он бы мог стать и триггером для каких-то их внутренних политических изменений. – Сергей, хотел спросить вас, вот как ребята на передовой отреагировали на трагедию в Днепре? Напомню, там в жилой дом попала российская противокорабельная ракета Х-22 и погибло вот на сегодня уже 44 человека. – Это усилило мотивацию уничтожать врага. И даже если вы по цифрам увидите, сегодня 870 врагов отправились в ад по сводкам генерального штаба. Это вот там есть такой интересный тоже у нас боец Мадя, позывной, который из Солидара выставляет видео, как раз когда уничтожаются артиллерии и дронами. И как раз он там говорит, это вам за Днепр. И таких бойцов много, для которых в том числе там есть и люди с этого региона. То есть для каждого, ну хотя тут беда, она неделима для нас. Для нас всех просто боль в сердце, и это очередное зверство российских нацистов. И это мотивация, чтобы бить их, мотивация, чтобы выкидывать их с нашей земли. И мы очень надеемся, что это будет мотивация о том, что мы прежде с вами говорили, для наших западных партнеров, чтобы нас сильнее поддержать и быстрее закончить этот ужас, который начали русские нацисты. И поставить точку в этой войне и заставить их за все заплатить. Вот вчера в одном из интервью вы сказали, что украинские подразделения продолжают держать оборону как на подступах к Солидару, так и в самом городе. Вот что изменилось за сутки? И есть информация, что оккупанты уже наштамповали и даже начали раздавать своим военным медаль за взятие Солидара. Вы что-то слышали об этом? Да, и в ихних... Ну, очень четко я вот одна из моих специализаций, это как раз и мониторинг, и изучение их информационного поля. И очень четко видно, когда у них более-менее где-то есть успех, особенно в начале войны, когда там права, да, она просто... То есть сейчас у них такой осторожный писк о том, что вроде бы мы там что-то достигли, но и уже они начинают на всех наших, кто имеет право... Ну, и в том числе на меня, они начинают уже там обзываться, они начинают там... То есть это яркий пример, маркер слабости. То есть если вы такие храбрые, что-то все захватили, почему же вы там не показываете это более... А у них так очень осторожно, и вот по некоторым сообщениям... Плюс они даже эту недопобеду делят между преступниками военными из официальной армии, и преступниками и военными, и преступниками из тюрем, из ЧВК Вагнера. То есть они не могут ее поделить. То есть мы, если посмотрим на карту, какая огромная Россия, какая нерасхваленная была армия, то есть они десятитысячный поселок не могут взять и даже не врут о том, что они его взяли полностью. На самом деле они там, даже туда, где они продвинулись, по ним постоянно идет перманентный огонь артиллерии. Это тоже наши бойцы показывают это где-то, где им разрешают, но показывают, где наносятся удары, где в уцелевших строениях пытаются спрятаться российские военные преступники, и когда наносятся по ним жестокий артиллерийский огонь. Поэтому очередная первая победа, где много шума, и на самом деле, если от этого отвлечься, глянуть выше над этим, сказать, а где ваша стратегическая наступательная операция, где вы прорвали систему нашу оборону, где вы чего-то достигли в том, чтобы сказать, что мы... То есть каждый военный, маломальский, кто хотя бы до уровня роты учился, он понимает, что это просто бравада. И плюс, если к тому взять, что взять ее... Сам поселок не смогла регулярная армия, а взяли какую-то шайку, штрафбат 2.0, да, с преступников, ну тогда возникает вопрос к такой армии, армия ли это вообще. А что происходит на других направлениях, в Донецкой и Луганских областях? Вот была информация, что в сторону Кременной враг передислоцирует силы и средства. Да, они пытаются там иногда атаковать в районе Белогоровки, Стельмаховки, Червонопоповки, но все эти, ихние желания купируются огнем сначала нашей артиллерии, при потребности, там есть подразделения, которые контратаками их отбрасывают, и все, что это, это заканчивается только потерями. За эти сутки они потеряли там 57 убитых и 74 ранеными на этом направлении. Инициатива за украинской стороной там, мы, если там не ведем активные контрнаступательные действия, тогда поливаем их огнем, в том числе наших высокоточных систем, уничтожая полевые склады, у них это очень существенная сейчас проблема, уничтожаем скопление личного состава, вы тоже помните этим, их не, то, что даже попадало в открытый доступ, когда было крупное скопление их, их там казарм, где они находились, а также техники и складов горючих смазочных материалов. То есть максимально делаем все, чтобы беспокоящим огнем их не дать им расслабиться и в спокойном режиме строить оборону, постоянно чувствовать опасность. Сергей, на поле боя могут появиться женщины-заключенные, подписавшие контракт из ЧВК «Вагнер». Вот вчера мы беседовали с главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой, и вот по ее информации уже завербовано около ста женщин. Как вы считаете, где их могут использовать? И могут ли они рассчитывать, например, на то, что, мол, украинские бойцы не будут стрелять в женщин, если вот их пустят в атаку, например, как пушечное мясо? Ну, там на поле боя, в такую, скажем, особенно мрачную погоду, ты не особо-то увидишь, что это женщина или мужчина. И на самом деле, ну, по логике это должны были быть санинструкторы, с чем у них очень большая проблема. Возможно, какие-то точечные типа снайперы, если есть такая военная специальность. Но мне кажется, что это очередной какой-то пропагандистский трюк, потому что, вот, как сама все российское общество, оно все держится на какой-то пропаганде. И знаете, как был раньше лозунг «не казаться быть», «не казаться быть», а у них все наоборот сейчас. «Не быть, оказаться». То есть это все на этом построено. От величия типа армии до… Ну, и Пригожин, он плоть от плоти, только у него на это есть еще больше денег, и, наверное, более профессиональные пиарщики работают. И хотя в этом иногда есть вопросы. Я думаю, что это очередной какой-то рекламный трюк, потому что, ну, как они существенно помогут им или усилят, трудно сказать. Единственное, если бы это… У них очень плохо у всех статическая медицина. У них потери огромнейшие среди раненых. Если это они действительно додумались делать из них парамедиков, ну, это… Они очень бы нас удивили, потому что обычно у них действия какие-то аллогичные. Знаете, вот в эти подразделения, которые набраны из заключенных в тюрьмах, набирают также женщин, заключенных в тюрьмах. И мы беседовали с некоторыми экспертами, в том числе и оппозиции российскими, которые говорили, что это могут быть даже какие-то военные полевые бордели. Ну, вот в это я скорее поверю. Хотя сто женщин, на сколько-то там тысяч вагнеров, ну, это, может, первая партия. Ну, это общество нас уже трудно чем-то удивить. То есть их аморальность и какая-то антигуманность не удивляет, так как они относятся к людям. И это какая-то даже демонстративная антиевропейскость и антицивилизационность. Я не удивлюсь, если они это сделают. Спасибо большое вам за интересный разговор, за оперативную информацию. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Спасибо.